Так, коллеги, мы с вами конец учебного года, оформление ВКР, курсовых, дипломных работ, остальных письменных, и у студентов очень много возникает вопросов по этому поводу, связанному с форматированием текстов. Да, в общем-то, и у преподавателей зачастую тоже. В каждом вузе свои требования, на которые необходимо ориентироваться, и, естественно, даже и к вопросам форматирования, и к вопросам содержания, структуры и ко всему прочему. Мы сегодня будем говорить больше о форматировании текстов. И под форматированием печатного текста будем понимать оформление по каким-то особым правилам различных участков этого текста, при изменении которых меняется не его содержание, а его внешний вид. Ну вот, скорее, про это сегодня мы с вами и поговорим. Но очень часто именно на вот этих технических моментах при оформлении своих работ и происходят большие потери сил, времени и энергии, нервов, что у студентов, что у учащихся, да и у преподавателей, научных руководителей тоже. При форматировании есть два способа, как можно форматировать текст. Есть так называемое прямое форматирование и с помощью стилей. Ну ее как-то так, ну, начало называть стилевое форматирование. При прямом форматировании это применение отдельных правил к произвольно-символьным фрагментам. То есть отдельные символы, слова, строки, абзацы, предложения. Это самый простой способ, но иногда стилевой чуть посложнее. Там нужно сначала настроить определенные стили оформления, которые будут работать для всего документа. Но это иногда оказывается более удачный вариант, чем каждый раз править формат, шрифт в каждом отдельном кусочке. Легче настроить, оказывается, стиль. Ну, времени на это уйдет, может быть, больше, но зато потом с этим меньше мучится. Начнем мы с прямого форматирования. Самые такие часто возникающие вопросы и моменты, с которыми сталкиваются студенты. Опять же, по собственному опыту и по опыту своих студентов, те вопросы, которые чаще всего у них возникали, с чем они чаще всего сталкивались. Ну, вот эти вопросы в основном сегодня и посмотрим. Как оно работает и какие есть горячие клавиши, какие есть лайфхаки для того, чтобы нам избежать лишних потерь сил, времени и энергии. И начнем с самого, наверное, больного вопроса, с которым очень часто сталкиваются студенты. Казалось бы, уже все все знают про Word, но все равно эти вопросы с года в год возникают. Нумерация страниц. Самый такой больной вопрос, как убрать номер страницы с титульного листа. Напечатали все хорошо, в колонтитулах проставили нумерацию в соответствии с требованиями методички. У кого-то по центру внизу, у кого-то наверху, у кого-то сбоку. Как сделать ненумерованный титульный лист? Здесь все очень просто, достаточно. Ну, такую инструкцию я вам сюда на всякий случай размещаю для тех, у кого возникает эта проблема. Можно сделать следующим образом. На панели инструментов открываем вкладку «Вставка». У вас открываются колонтитулы, конструктор колонтитулов. Выбираем, если у нас нумерация страниц идет по нижнему пулю, по нижнему колонтитулу, нижний колонтитул. Если стоит вверху, то, естественно, верхний колонтитул. И у вас должна появиться вот такая вот вкладочка «Конструктор», конструктор колонтитулов. И проверяйте, чтобы у вас стояла галочка вот здесь в строчке «Особый колонтитул для первой страницы». Как только аптечиваете эту клеточку, у вас с первой страницы номер убирается, становится невидимым. Ну, вот и все. Буквально три действия. Очень простой вариант. Про Word я рассматриваю на примере Word 2013, Office 13. Про версию, Анна Александровна, да, про 13 Word. Но основные горячие клавиши, вот то, что мы рассматриваем, они в 7, 13, 16, они работают. Единственное, что у меня не сработало в 13, почему-то с этим еще буду разбираться, это переход по ссылкам. Следующая, предыдущая, ой, по сноскам. Следующая, предыдущая. Вот эта вот комбинация клавиш не работала, но вполне возможно, я ее просто вручную поменяла, поставила какую-то другую комбинацию на имеющуюся. Другую функцию она выполняет. А так, в принципе, то, что мы рассматриваем и в 13, и в 16, и в 10 это все работает. Начиная с 7. Ну, с титулным листом все достаточно просто и понятно, но возникает вопрос, а как убрать тогда нумерацию со страницы оглавления, потому что у нас начинается тогда нумерация со второй страницы, там, где у нас идет оглавление содержания нашей курсовой работы или дипломной. И стоит цифра 2. А ее тоже надо убрать, надо, чтобы начиналось с введения и стоял бы третий номер. Здесь есть простой способ, как это можно сделать. Прежде чем перейдем туда, ну, лучше, наверное, посмотреть, как это в действии выглядит. Да, ну, вот. Вот такой вариант. Вот у нас идет наше содержание. Вот мы убрали с колонтитула, с титульного листа, стоит номер 1. Открываем нижний колонтитул, проверяем, чтобы галочка стояла, номер ушел. Теперь на содержании у нас стоит цифра 2. Как ее убрать? Ставим курсор в начале страницы, разметка страницы, разрыв. И, как видите, у нас номер со второй страницы ушел. Но нам нужно, чтобы введение начиналось с третьей страницы, пока оно у нас шло вторым номером. Поэтому мы меняем формат номера страницы. Более подробно, как это происходит в действии. Разметка страницы, чуть-чуть помедленнее. Разметка страницы, выбираем разрывы. Выбираем разрыв разделов. И выбираем здесь следующая страница. Вставка разрыва раздела, начало нового раздела со следующей страницы. То есть у нас содержание как бы становится новым разделом и становится как бы титульным листом этого нового раздела. Поэтому, как в предыдущем разделе, открываете также конструктор вкладку и смотрите, что там стояло. Она уже автоматически будет проставлена, оптичная клеточка, и поэтому галантитула мы уже не видим. А вот дальше, чтобы у нас не происходила путаница в страницах и введение у нас стояла третья, мы просто переходим вот сюда, в номер раздела, как в предыдущем разделе, номер страницы, формат номера страницы, и там выбираем задать начальное значение, ну так же, как мы в списках делаем. Задаем то значение, которое должно здесь стоять, но которое мы не видим. У нас по правилам идет второй номер, значит мы пишем начать нумерацию с 2. Мы его здесь не увидим, а курсор обязательно, вот это условие, курсор должен стоять в нижнем колонн-титуле на странице содержания, и только после этого мы вот это все форматируем. И ставим цифру 2, и тогда у нас наше введение начинается с цифры 3, все сохранилось, все нормально. По левому и правому краю для того, чтобы при печати в формате брошюра была должным образом. По левому и правому краю, когда выбираете формат колонн-титула, формат нумерации страницы в колонн-титуле, то там выбираете, там есть несколько форматов, по центру внизу, наверху, то есть сначала выбираете, где у вас должно стоять, по левому или правому краю, в каком колонн-титуле, верхний или нижний, и дальше уже в колонн-титулах выбираете формат оформления. Там есть разные, там есть и по центру страницы, есть и слева, есть и справа, и вверху, и внизу, и вы выбираете тот вариант, который нужен вам. Это я отвечаю на вопрос Михаила Михайловича. Чтобы после установки разрыва и нового раздела не пропадала нумерация. То же самое, значит, смотрите, просто убираете особый колонн-титул для первой страницы, но опять же, держите курсор там, на той странице, того раздела, где это должно быть. И выставляете нужный формат номера, который будет виден и с которого пойдет отчет. Вот, тогда у вас не исчезнет. То есть мы вот этими позициями оперируем, а дальше вы уже смотрите, вам надо, чтобы он исчез, его не было, тогда убрать нумерацию. Вот так же убирается нумерация отдельных страниц, которые нам нужны, стоит птичка или нет. И дальше формат номера выбираете, с какого у вас начнется летоисчисление данной работы. Ну вот, это такой вот простой, в общем-то, способ и вариант, но который, с которым очень часто мучаемся и мы, и особенно студенты. Теперь так для разгона несколько горячих клавиш, которые помогают нам форматировать наши тексты, быстро что-то вставлять, убирать и так далее. То, что, опять же, те вещи, которые, я иду от запросов студентов в основном, и то, с чем чаще они всего сталкивались, именно сегодня я постаралась вынести в вебинар. Поэтому какие-то сложные вещи, какие-то моменты, естественно, все мы в один вебинар уложить, часовой вряд ли сможем. Поэтому, если что-то останется не раскрытым, вы, пожалуйста, во вкладку «Вопросы» пишите, я их потом соберу. И либо сделаем тогда уже по вашим вопросам отдельный вебинар, либо я это как-то в форме ответов на вопросы оформлю, либо в группе на Фейсбуке, либо как-то мы это представим. Потому что все охватить просто невозможно. Очень интересное сочетание горячих клавиш, которые здорово помогают. Когда под рукой нет календаря и часов, а надо узнать, а я не помню, какой день и сколько сейчас часов, три волшебные клавиши Alt-Shift-D или Alt-Shift-T дают быстрый ответ на этот вопрос. Ну, шутки с шутками, на самом деле, иногда нам этот формат бывает необходимо применить. Ну, для преподавателей, например, когда пишем какие-то служебные записки о переносе, занятии, об отмене или прочее в документах. Либо в дипломных работах, не знаю, может быть, кому-то и нужно. Он оставляет формат текущей даты и текущего времени. Иногда это, вот у меня с этим студенты сталкивались, когда писали письменные работы, проектные исследования, лист самонаблюдения, проводили самохронометраж, и вот там нужно было вставлять формат времени текущего, причем времени, там начало выполнения работы, окончание выполнения работы. Да, есть различные инструменты автоматизации, есть различные планировщики, где можно вести такой учет по задачам, но вот они ввели это в формате Word, да. Им удобнее было заполнять, нужно было заполнять табличку в формате Word, кто-то выбрал, и вот они пользовались просто вот, находка для шпиона была. Как работает этот формат? Тоже очень простое, главное сочетание клавиш запомнить и правильно выбрать раскладку, русская или латинская, да, английская. Ну вот в разных раскладках по-разному, вот это в английской, с точками в латинской. Все очень просто, мы подводим курсор к нужному месту и нажимаем это сочетание клавиш. Все, у нас вставляется время, у нас вставляется дата в том формате, который нам необходим. Либо в английской, в английской раскладке это будет английский вариант, да, западный вариант, в русской раскладке клавиатуры это будет вот наш родной отечественный вариант, формат представления даты и времени. То есть ничего делать, набирать ручками не надо, просто поставили курсор и нажали три волшебные клавиши. Все. Ну тоже такая вот фишка интересная есть. Дальше. А, да, коллеги, когда по сочетанию клавиш есть еще такое правило. Иногда спрашивают, а их нажимать по очереди или одновременно? Если у вас приводится сочетание клавиш вот в таком виде со знаком плюс, это значит все три, четыре, пять, десять клавиш надо нажать одновременно. Только тогда оно сработает. Если ставится иногда запятая, то это значит по очереди. Сначала Alt, нажали, кликнули, отжали, потом Shift, потом уже D. Если со знаком плюс, то все одновременно, моментально нажимаем. Запись, да, коллеги, запись вебинара ведется, она будет на канале на YouTube, и в конце я вам еще раз ссылки полезные повторю, не волнуйтесь. И еще несколько горячих таких хитростей, тайных текстов и двух окон. Есть возможность при нажатии волшебной комбинации Ctrl-Alt-S разделить окно документом. Сейчас. Не помню, есть она у меня отдельно в слайде или нет, я ее вам на всякий случай в чат, эту комбинацию дам. Как она работает. Вот где это может быть полезно, я сейчас вам просто покажу этот фрагмент, а вы мне сами скажите в чат, вот где, ну, во-первых, наверняка многие это уже применяют, кто не применяет, берите на вооружение, очень удобная штука. Не надо копировать документ, если нам нужно работать с двух окон. Все в одном документе. Просто напишите тогда в чат, где может быть полезное применение вот этой функции с точки зрения преподавателя, студента, вот в каких ситуациях. Штука очень простая. Вот мы нажали эти три клавиши, у нас документ разделился. Это вот мы работали с нашей ВКР, с нашей дипломной работой. И вот оно пошло. Мы работаем с двух окон. Верхняя до линии остается, они оба динамичные, мы можем и ту, и другую двигать. Повторное нажатие клавиши, контр-альт-с, оно убирает это разделение на окна. То есть вы один раз нажали это сочетание, у вас получился файлик разделился на две половинки, вы с ним поработали, нужно убрать, еще раз нажимаете контр-альт-с, и все, оно у вас уходит. По очереди, ну да, лучше, если очень быстро, то да. Да, если очень медленно, то может не сработать. Лучше, конечно, если это то одновременно. Хотя иногда бывают такие комбинации, что, знаете, есть такая игра, да, запутаться, где происходит перепутывание руки-ноги, головой вот здесь, да, иногда не очень удобно. Но это можно, нет, не имеет. Здесь не имеет. При дате времени регистр имеет значение, у вас меняется формат. Здесь и так, и так мы пробовали, работает. Значит, Никита Олегович, там печать идет в обоих документах, можно просто разделить и печатать в одном, а в другом смотреть. Можно. Это у вас получается, знаете, как разделение окон, но документ один и тот же. Если вы, например, верхнюю вот эту разделили на два окна, наверху у вас остался там заголовок, например, вашей головы, название параграфа, а нижний вы подогнали, как бы продолжение этого документа и там начали что-то печатать, то у вас будет видно все-таки все, что есть в нижнем. Это удобно, знаете, когда бывает на Макос. На Макос, честно говоря, не пробовала, Ольга Анатольевна. Спасибо большое за вопрос. Если можно, повторите его, пожалуйста, во вкладочку. Вопросы под Windows. При наборе текста удобно, да, отменить, Наталья Валерьевна, еще раз нажать ту же самую комбинацию, у вас оно исчезнет. С разными окнами разных редакторов в Word, Excel. Руслан Васильевич, спасибо за вопрос. Немножко мы от Word сейчас отходим уже. Это удобно, знаете, когда бывает, когда проверяешь... Преподаватели первыми начали использовать вот эту вещь, потом студенты подхватили. Когда проверяешь работу, название темы, соответствие целей задач, например, либо соответствие параграфа названию, вот эти вот корректировки, когда делаются, то, чтобы не листать туда-сюда, и студенты потом это подхватили, сказали, что ему очень удобно, не теряется суть. Не забываешь, с чего начал, и какова основная вообще-то задача этого параграфа, то, что увлекаясь, можно это забыть. Вот здесь очень вкладки вид, да, 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 через вид можно. Да. Юлия Владимировна, вообще способов одного и того же действия в том же самом Word, их может быть несколько, мы сейчас, можно и через вкладку делать, можно делать через горячие клавиши, но вот пока рассмотрим горячие клавиши. Номер в странице в соответствии с названием глав. Можно. Можно. Да, вот, да, да, можно разными способами одно и то же действие делать, естественно, можно идти через вкладку, через панель инструментов, можно делать с помощью горячих клавиш. Просто я вам показываю сейчас вот одни из вариантов. Если есть другие, это замечательно, можно писать в чат, это не выйдет спамом или рекламой, это, наоборот, даже хорошо. И дальше еще про горячие клавиши и хитрости. Вот здесь тайные тексты, да, скрытые тексты. В Word есть возможность скрытых текстов. Студенты сейчас, не знаю, по-моему, меньше стали пользоваться. Раньше с целью обхода антиплагиата или набора каких-то хитростей они использовали вот этот фрагмент скрытых текстов, потому что антиплагиат, он все равно считывает все открытые и закрытые тексты. Вот здесь вроде бы два параграфа, но если используется, скрывается текст, то мы видим только то, что видим. Вот у нас два параграфа и все. Хотя там может быть гораздо больше написано и не совсем того, что относится к нашей работе. Просто хитрые студенты это могут очень так эффективно от нас скрывать. Первое подозрение на то, что ваш текст содержит скрытые элементы, это если его объем, например, по страницам, не соответствует весу самого файла. То есть по весу файла там должно быть три курсовых работы или три диплома, а вам присылается семь страниц. И нет каких-то тяжелых рисунков, схемы изображения, таблиц, просто идет текст. Ну вот это вопрос. Первое, что должно вызывать подозрение. Как можно скрывать текст, как его можно вывести на чистую воду? Для скрытия текста используется... Опять же, коллеги, если кто-то знает, как это через панель инструментов сделать, в принципе, да, можно через шрифт и поставить галочку в позиции «Скрытый», а можно сделать проще. Можно нажать три клавиши Ctrl-Shift-H. Раскладка тоже значение имеет. И выделенный фрагмент, заранее выделенный фрагмент текста, он уходит в «Скрытый». Ну и, соответственно, сделать тайное явным тоже можно двумя способами. Либо мы выделяем все, если мы хотим проверить всю работу. Ctrl-A, еще одна комбинация клавиш, которая позволяет выделить вообще весь текст всего присланного файла. И правой клавишей мыши кликаем по выделенному фрагменту, открывается выпадающее меню, там выбираем позицию «Шрифт», и в открывшейся окошке смотрим строчку «Скрытый» текст, и снимаем галочку, как это можно сделать, как это выглядит в живом варианте. Вот он, наш скрытый, вот этот наш кусочек текста, здесь есть скрытый текст. Вот мы набираем какой-то текст, который мы хотим скрыть, или вставляем с помощью копипаста. Вот, набрали, нажимаем Ctrl-Shift-H, выделяем его, нажимаем Ctrl-Shift-H, и все. Вернули абзац на место, все в порядке, все закрыто. Как обнаружить? Ctrl-A, выделили весь текст, вот он, шрифт, выпадающее окошко, и вот у нас скрытый. Только смотрите очень внимательно вот то, что мы сейчас сделали. У вас вот эти окошки, вот эти клеточки оказываются синие, и если мы нажимаем на позицию «Скрытый», выбираем, у вас появляется сначала галочка. Значит, надо нажать еще раз, чтобы галочка исчезла, и только после этого нажимать на «Ок», иначе вы весь текст всего файла просто скроете. Да, мы наоборот его выявляем. И после этого нажимаем «Ок», вот, мы раз снимаем галочку, если она синяя, по ней кликаем, появляется галочка, ее снимаем, и вот он появился, не просто тот текст, который мы ввели, а там, оказывается, еще был скрытый текст, да, скрытый перед скрытым. Ну, и вот эта вот комбинация «Ctrl-Shift-H», она позволяет скрывать текст. Еще один вариант, как можно увидеть скрытые тексты, это нажать вот этот значок, показать скрытые значки, скрытые символы. В чем его, и тогда он также выведет уже без всяких вкладок, шрифтов и прочего. И уже не надо выделять весь текст, он во всем тексте, этот значок будет применим. И он покажет все скрытые фрагменты. Чем вот этот способ может быть даже более удобен, чем первый вариант? Вот, посмотрите, если приблизить, то скрытые фрагменты он не просто выделяет, а он их действительно выделяет в тексте, не просто показывает, он их еще для нас выделяет. Они будут подчеркнуты, вот я постаралась увеличить, таким пунктиром. Вот если вот это вот все выделено пунктиром, это то, что было скрыто. Поэтому их в тексте обнаружить гораздо проще и легче, чем при первом способе через шрифт и через вкладку. Там он их не выделяет, он просто их выводит. Поэтому если мы не знаем, где скрывается, где у нас подозрение на скрытый текст, лучше использовать вот этот вот способ, нажимаем значок на панели инструментов, показать скрытые символы, и он нам все показывает. Вот еще один такой вот вариант, для чего вообще нужен скрытый текст Михаил Михайлович. Иногда таким образом стараются студенты обходить антиплагиат. И добавляют вот такие вот скрытые куски текстов. Вот как это бывает, с помощью каких клавиш это можно сделать самим или сделать явным. Еще немножко по... При распечатке, Елена Элисметовна, можно... Есть такая тоже фишка. При распечатке текста, когда устанавливаем параметры распечатки, мы указываем в параметрах печати показать скрытый текст. Если его не установить, он его может распечатать, не показывая. Там есть тоже галочка «Можно поставить», и он выведет вам все скрытые тексты при распечатке, что там было. На панели «Показать скрытые символы». Надежда Владимировна, сейчас покажу. Сейчас мы... Да, да, еще раз покажу. Наверху вот такой странный значок у буковки «Пи». Да, вот на главной. Главная, раздел «Абзац». Вкладка «Главная», раздел «Абзац». И вот там такая вот «П» с фигуличкой. С такой штучкой. Вот на нее нажимаете кнопочку, и чуть попозже я ее вам покажу на нашей раскладке. Да, сориентировались. Ага, это она. Режим рецензирования. Да, да. Полезные еще, несколько полезных таких горячих клавиш. Вернуться к предыдущему месту редактирования. Shift, можно нажать Shift F5. Он покажет вам предыдущий кусочек, кусочек текста, который мы с вами, который вы перед этим редактировали. Но не больше трех раз за раз он возвращает к предыдущему кусочку. Ctrl-A и F9, они позволяют обновить все подписи к рисункам. Иногда бывает необходимо переименовать рисунки, что-то поменять. И вот, чтобы обновление прошло по всем подписям, это вот Ctrl-A9. Ctrl-A выделяет все, F9 – это вот с рисунками. И борьба с капслуком. Иногда бывает название, включили капслук, ввели название главы, а дальше отключить забыли и понеслось. И половина текста у нас, что, набирать заново. Выделяете этот кусочек, нажимаете Shift F3, и капслук у вас убирается. Это тоже бывает, да, чтобы не было у нас в курсовых работах или в наших статьях крик души вместо конструктивного разбора. Копирование нескольких фрагментов, ну, это знакомо и всем. Нажимаем при нажатой клавише Ctrl, выбираем несколько фрагментов, которые копируем. Ну, это действует и для текстов тоже, тоже можно так же делать. Презентацию можно, Лариса Анатольевна. Презентации коллеги скачиваем из вкладки ресурсы. Они доступны и сейчас, не надо ждать окончания вебинара. Это можно сделать прямо сейчас. И две полезные вещи, очень полезные. Когда нужно вернуть случайно стертый текст, а такое тоже бывает, набирали, набирали, выделили, и вместо копировать, нажали на автомате Delete. Да, текст пропал. И второй важный, вот тогда Alt Backspace. Очень быстро возвращает нам текст на место. И еще один хороший такой лайфхак, это быстрое выделение больших частей текста. Это когда у нас, например, кусок, который нам нужен, он находится на нескольких страницах. Нам надо его выделить, скопировать и куда-то отослать. А пришлите-ка, батенька, ваш первый параграф второй главы. А он там на восьми страницах. И либо высылается вся дипломная работа по методу ковровой бомбардировки. Ты, преподаватель, ищи, чего тебе там надо. Либо начинается мучение с копированием. Вот последний такой лайфхак. Он позволяет скопировать этот кусочек, причем очень быстро. Сделать это более удобно. И отослать, вставить его в чистый файлик и отослать то, что от нас просили. Как это на практике, вживую, как это выглядит. А бэкспейс это где? А это, знаете, две клавиши, которые у нас удаляют. У меня, например, на клавиатуре справа вверху. Да, кнопочка со стрелочкой влево. Делит удаляет все, а бэкспейс это вот по чуть-чуть. Кнопочка со стрелочкой влево, у нее написано бэк, бэкспейс. Где-то в районе делита она тусуется. На клавиатуре alt-бэкспейс возвращает удаленное. Это две клавиши удаление, делит и бэкспейс. А лень северная это про бэкспейс, наверное. Да-да-да, все-все нормально, Валентина Владимировна. Значит, как это выделение и как вернуть удаленное? Да, как это в тексте, ну, спокойненько. Вот он, alt. Только не забывайте про alt. Alt-бэкспейс тогда вернем, иначе мы опять удалим. Выделили мы какой-то фрагмент, хотели его скопировать. Вместо этого нечаянно нажали на тот же бэкспейс и удалили. Или делит. Нажимаем, ставим курсор, где он должен быть. Нажимаем alt-бэкспейс. И вот он, наш кусочек вернулся, к счастью, на место. Вот это вот удобная такая штука. В буфере обмена можно попробовать. Да, если только что. Можно. По скроллингу. Что-то не получается снять капслуг Елены Ресметовны в файле ворда или в чате. Если в чате, то не получится. Да, можно отменить команду. Вариантов может быть много. Я вам показываю одни из. Потому что вариантов одного и того же действия может быть много. А вот когда нам нужно выделить большой кусок текста для чего-то там. Для копировать, для убрать и так далее. Что мы обычно делаем? Мы ставим в начале фрагмента курсор. И выделяем. И вот этим выделением мышкой туда-туда-туда-туда дальше. На несколько страниц это очень долго. Можно гораздо проще, быстрее это сделать. Но очень внимательно. Ставим курсор в начало фрагмента, который мы хотим выделить. А дальше мы цепляем мышкой наш бегунок. И скроллим до... То есть опускаемся. Вот здесь он нам будет писать. Видите справа. На какой странице мы сейчас находимся. А я знаю, что у меня с 8 по 18, например, нужно вот этот фрагмент скопировать на 10 страниц. Я просто цепляю бегунок и опускаю до нужной страницы. Вот здесь единственное... Самое главное не делать лишних кликов мышью. Если от клика до клика. Вот подцепили курсор, опустились. Вот он, конец нашего фрагмента. И вот здесь требуется внимание. Вот они 10 страниц у нас уже должны быть выделены. Мы подводим курсор к концу выделяемого фрагмента, но не кликаем. Мы сначала нажимаем клавишу shift и только после этого клик мышью. Иначе у нас ничего не получится. А вот если мы все правильно сделали, у нас вот они, все наши 10 страниц, они выделились. То есть это очень быстро. Это вот весь ролик, там сколько у нас, буквально минут, секунд 40 идет этот, мы еще останавливались. Тут их 2. Секунд 30 у нас ушло на то, чтобы выделить 10 страниц текста даже быстрее. И дальше с этим фрагментом можно делать все, что угодно. Копировать, удалять, применять форматирование, применять какой-то формат. Вот это вот последнее правило, последняя такая техника, алгоритм. На сенсорном может не получиться. Попробуйте, не знаю, на сенсорном. У меня не получалось пока. У меня пока не получалось. Может, неправильно тыкаю. Есть ли от кнопки backspace с русской на английскую? Ага, хороший вопрос. Про ссылки, да, про ссылки, Михаил Михайлович, про ссылки сейчас у нас тоже будет. Такой кусочек. Ну и вот примерно вот такие вот полезные горячие клавиши у нас могут быть. С чем еще мы можем столкнуться? Про автособираемое содержание и про ссылки сегодня тоже посмотрим. Ну вот несколько моментов тоже таких, с которыми приходится работать. Это большие пробелы, это межсильвальные интервалы и вставка формул. Значит, проблема больших пробелов. Когда у нас выравниваем по ширине и у нас растягивается текст, и там много дополнительных пробелов возникает. Есть тоже такой набор горячих клавиш, control, shift, плюс пробел. И мы можем убрать лишние пробелы между словами, между предложениями. Но если у нас, это небольшой фрагмент, ладно, но если текст большой или вот таких вот больших пробелов очень много, накопировали мы вот так вот, хорошо, выровняли по ширине, а оно вот по всему тексту понеслось. Вот, Надежда Владимировна, вот она, волшебная клавиша, показать скрытые символы. Вот так она выглядит. Вот тогда нажимаем ее, и она по всему тексту нам покажет, где у нас стоят лишние пробелы. Ну, вот здесь у нас три вместо одного, поэтому вот он расширился, и поэтому текст расползается. Как это можно убрать? Ну, конечно, можно ручками вручную. По крайней мере, мы видим, где у нас эта проблема. Но удобнее использовать, если это по всему тексту, использовать функцию замены. Выделили вот этой клавишей, увидели, что у нас есть где-то три, где-то четыре, где-то два пробела, по-разному может быть, и вот тогда лучше использовать функцию заменить. Нажимаем заменить, вот сюда, где найти три раза, например, мы хотим поменять все места, где у нас стоит три пробела вместо одного. Вот сюда мы три раза нажимаем клавишу пробел. Заменить на сюда нажимаем один раз клавишу пробел. Ну, и дальше выбираем нужный вариант. Либо заменить здесь, либо заменить все. Ну, и кнопочку «Найти далее» он покажет, где еще есть. Это пройдет через весь текст. Вот если заменить все, он по всему тексту. Если просто заменить, он заменит в этом примере. Если заменить все, он заменит по всему тексту, где три пробела, все три пробела он заменит на один. Ну, и для верности потом нажимаем «Далее», он покажет, сколько еще осталось, например, фрагментов. Тогда их тоже заменяем. И все, больше не найдено. Если два пробела, если пять, если двадцать пять, тогда вот сюда просто проверяем. Мы увидели в тексте, ага, все равно еще остались широкие, ага, все равно вот здесь вот четыре пробела, есть три. Можно просто их вот сюда с тремя пробелами разобрались. Два, четыре, восемь. Поставили и заменили на один. То есть порядок действия один и тот же. Можно прямо не выходя из этой вкладки поменять. Вы так пролеснули текст, увидели, ага, тут есть и три, и четыре, и два встречается. Ну-ка, заменю-ка я все. Ну, вот так вот за три хода можно заменить достаточно большой кусок. Межсимвольный интервал. Тоже пример из реальной выпускной работы. Накопировал отовсюду, потом начал писать. Осталось форматирование. Разные, ну, это мы немножко утрировали, конечно, всего один абзац собрали. Но реально было. Либо межсимвольные интервалы слишком широкие. Вот они, вот он идет нормальный. Слишком широкие, здесь вообще очень узкие. То, как это можно, как можно с этим справиться? Выбираем шрифт. Открывается окошко. Выбираем вкладку «Дополнительно». И вот здесь межзнаковый интервал. В интервале ставим обычный. Выделяем фрагмент, который мы хотим исправить. И ставим обычный. Узкий он растянет, широкий он сожмет. Нажимаем «Ок». И все. И у нас текст приводится в нужный для нас вид. Ну, то же самое можно сделать через щелчком по выделенному фрагменту, правой клавишей мыши, шрифт. И то же самое. Окошко у нас откроется. То есть два варианта как-то можно найти. Про ставку формул. Формулы можно вставлять по-разному. Можно использовать вкладку «Вставка» и выбирать вот здесь уравнение символа и с их помощью вставлять формулы вручную. Есть горячие клавиши, например, для создания формул. И вот, например, две вот эти горячие клавиши, которые иногда бывают необходимы для индексов. Нижний и верхний. Там, где Ctrl-Shift равно, это верхний индекс. Ctrl-Shift равно, это пойдет текст у нас нижним индексом. Иногда бывает, что это нужно сделать. Ну, вот такие вот две горячие клавиши, которые позволяют нам это быстро реализовать. Еще один вариант, как можно вставлять формулы в Word. Можно вставлять, как мы уже говорили, через вставку уравнения символы и с их помощью. Но иногда при публикациях, например, статей в некоторые издания, периодические издания, у них прямо в условиях, в требованиях к статьям написано, что вставка формул в Word только с использованием Microsoft Equation 3.0. Только с помощью вот этой функции. Где ее найти? Вставка Word. Вкладка Word. Выбираем вставка объект. Вот она здесь находится. И дальше открываем. И в окошке выбираем нужную нам программу. Вот он наш Microsoft Equation 3.0. Нажимаем ОК. И у нас открывается вот такое вот поле. Вот оно. И открывается панель для вставки формул. И с помощью вот этой вот программы мы можем вставлять, писать сюда те формулы, которые нам нужны. То есть они внедряются как бы объектом. Но единственное, при наборе формул нежелательно чередовать фрагменты формулы, набранные с помощью Microsoft Equation и созданных ручками в ручном режиме. Либо так, либо так. Вот вводя на объект от себя ручками, лучше не вставлять, иначе будет воспроизводиться некорректно. Вернуть, в смысле, лучше несколько раз, у меня есть два пробела на один. Можно, да. Можно вернуть индексы. В последних версиях этого нет. Есть стройный редактор формул. Ага. Ну если в 16-й, то да. Вот в 13-й у меня еще есть. Он еще был. Да, либо воспользоваться редактором формул, если последняя какая-то версия. Ну вот на 13-м оно пока еще работает. В старых версиях точно есть. Но единственное, что даже если пользуетесь стройным редактором формул, то, что ручками вводим или с помощью редактора, вот с этим аккуратнее. Иначе может воспроизводиться некорректно. И автособираемое оглавление и оформление ссылок. Значит, по автособираемому оглавлению. Штука удобная, штука хорошая. Ну вот здесь как раз уже применяется то самое стилевое форматирование, о котором мы вначале говорили. Если до сих пор в основном это ручками с помощью горячих клавиш, то здесь потребуется настройка стилей. Это чуть подольше. Это могут быть и стили таблиц, абзацев. Много чего можно настроить в Word. В том числе и оглавление заголовков. Это может быть чуть подольше, но зато делаем один раз, потом применяем. Ну и хороший тоже еще вариант. Мы со студентами пробовали. Мы делаем формат, делаем шаблон Word. И потом по этому шаблону, просто уже с готовым автособираемым оглавлением, они просто с ним уже работают в готовом шаблоне. Это удобнее, чем каждый раз. Каждый из них будет настраивать по-своему и путаться в этом. Лучше один раз настроить и пользоваться этим шаблоном. Как автособираемое содержание настраивается? Где его добавляем? Открываем вкладку ссылки, выбираем оглавление и из выпадающего меню выбираем тот вариант, который нам подходит. Как правило, тут два автособираемых оглавления и еще есть ручное оглавление. Вот эти два, они по шаблонам, хотя они тоже настраиваемые. И ниже есть такая позиция настраиваемое оглавление. Там можно внести необходимые изменения вот в тот шаблон, который предлагается самим Word, стоит по умолчанию. Но можно воспользоваться и им. И дальше выбранные шаблоны вставляем в нашу работу. Содержание у нас выглядит уже вот таким образом. Все унифицировано и очень удобно его обновлять. Если вносятся какие-то изменения в текст самой работы, а это, как правило, происходит до самого последнего момента, за полчаса до сдачи в последний день в деканат, все еще чего-то правим, то очень легко и обновляются страницы, и можно обновить целиком. Все содержание вы внесли изменением названия какого-то параграфа, у вас поменялось количество страниц в параграфе. Вот тогда выбираем обновить целиком. Если только поменялось количество страниц, но с текстом мы не работали, мы что-то просто удалили, а с названиями глав в параграф, мы их не трогали, тогда можно нажать обновить только номера страниц. Окей. И у вас автоматически изменится содержание и номера страниц, и название, все, что вы сделали там где-то в последние минуты. Самое главное, только не забыть нажать вот это вот, обновить таблицу, и чтобы появилось у нас вот это окошко. Перед началом, вернее, перед закрытием файла. Иначе изменения не сохранятся у нас. Про автособираемое оглавление. Здесь есть несколько таких моментов, которые важно сделать в самом начале. Оно будет работать, но только в том случае, если мы настроили стиль, и работать будет хорошо. Если стиль мы не настроили заранее, в виде таблицы обязательно... Ну, не совсем в виде таблицы, оно будет выглядеть вот примерно вот так. Какой стиль вы выберете, вот так оно и будет выглядеть. Просто у нас в виде все вот это, не надо писать ручками, не надо выравнивать, оно уже все автоматически само встанет. И второй плюс в автособираемом оглавлении, что все переходы... Есть гиперссылки, то есть кликнув по названию главы или параграфа, вы из оглавления попадаете, ну, как в онлайн-книгах, да. Вы попадаете на нужную страницу, там, где начинается эта глава или параграф, и с ним уже можно работать, да, то есть удобная штука. И вот мы выбираем, открыли ссылку, оглавление, выбрали вариант, и что у нас случилось? А у нас случилось, что в содержании у нас только один пункт, список источников соответствует формату, и именно он попал в содержание. А где же все остальное? А вот все остальное, кстати, неправильным стилем оформлено. Коллеги, когда работаем и начинаем только заниматься оформлением каких-то вот больших вещей, там, те же книги свои, когда пишем, там, монографии, методические пособия, чтобы было вот такое автособираемое содержание, сделайте его лучше в самом начале. То же самое студентам всегда говорю. Вы сначала настроите автособираемое содержание. Пусть у вас вместо названия главы, первые, там, теоретические аспекты чего-то, у вас будет написано просто глава 1, там, глава 2, параграф 1, параграф 2, глава 2, параграф 2, 1, параграф 2, 2 и так далее. Просто без названий. Или просто название. Здесь будет глава такая, здесь будет параграф о том-то. Своими словами вы потом этот текст сто раз поменяете, вы ставите то, что надо. Но сначала у вас соберется нормальное автособираемое содержание. Открыли, вот титульный лист у нас есть. В содержании сразу настроите автособираемое содержание, сразу сделайте название дальше по текстам, введение, вот эту структуру саму наберите. Пускай пока без названий, глав, параграфов и прочее. А потом уже вы туда будете добавлять. Только оформите правильным стилем все. А потом уже туда вы будете добавлять свои названия, вы будете их менять. И в автособираемом содержании они уже автоматически будут изменяться сами. Только не забывайте нажимать кнопочку обновить. Обновить целиком. И у вас все будет меняться так, как вам надо. Самое главное, когда мы начинаем работать с содержанием, как его настроить. Вот здесь, наверху, видите, где у меня мышка маленькая стоит, от ссылки на самом верху, где панель инструментов, вот они, эти буковки идут, А, Б, 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 Б. Это стили, стили оформления. И вот тут есть название заголовок 1, заголовок 2, на которые мы, как правило, внимания не обращаем. И пишем все обычным шарифтом, обычным стилем. А потом говорим, что-то у меня в автосодержании, когда делаю, вся глава туда попала. А вот именно потому, что мы неправильным стилем изначально настроили. Сначала нужно настроить стили. У нас, как правило, вот здесь двухчастная структура. Глава – это заголовок 1. Есть заголовок самого содержания, это вот слово содержание. Потом у нас идет вот введение глава 1, это оформляем стилем заголовок 1. И дальше идет заголовок 2 для параграфов. Чаще всего вот только двухуровневые используем. Значит, нам понадобится заголовок оглавления и заголовок 1, заголовок 2. Вот их находим в стилях и настраиваем. Как это сделать? Сначала находим, чтобы у нас все правильно попало. Выбираем, где у нас есть заголовок. Можно эту табличку открыть, она покажет все стили, которые есть. Здесь же и свои можно создавать. Вот мы выбираем заголовок 2, заголовок 1, нашли их, где они находятся, и заголовок оглавления. И с ними работаем. Из выпадающего меню выбираем «Изменить». И здесь мы меняем. Мы меняем на нужный шрифт. Там вот стоял калибри, мы ставим таймс-нуром, выбираем размер в соответствии, как в методичке написано, например. Выбираем цвет, снимаем курсив, если это необходимо. И вот здесь слева внизу есть формат. Формат шрифта. Можно проверить, все ли у нас правильно, и внести еще какие-то дополнительные опции. Там подчеркнутые, не подчеркнутые, курсивом, некурсивом, полужирным и так далее. Ну это вот самое простое. Да, установить заглавные буквы. Тоже здесь же вот в формате. Все, теперь у нас, как бы мы ни набирали, у нас в автособираемом заглаве глава всегда будет вместо капслуга набрана нужным стилем. То же самое делаем с заголовком 1, заголовок 2. Вот мы исправляем здесь шрифты, исправляем размер, убираем, например, жирный или наоборот добавляем формат, шрифт. И здесь вот наставим или убираем заглавные буквы. Это уже для заголовка 1. И то же самое делаем с заголовком 2. Это уже для параграфов. Как оно должно быть? А вот дальше самое главное. Когда мы печатаем свою работу, если я набираю название главы, не забыть в стилях поставить заголовок 1. И автоматически оно наберется нужным шрифтом и уйдет в автособираемое оглавление. Уже автоматически добавится. Вот мы обновляем, обновить целиком, поменяли. И вот введение уже, видите, оно появилось. Если уже готовая работа, тогда просто настроить стили и в готовой работе поменять стиль. Вот он обычный у нас здесь. Просто как с луком набирали, мы меняем на заголовок 1. Выравнивание по ширине или по центру тоже можно в настройках стиля определить. Ну и заодно уж сразу поменяем на заголовок 2 название нашего параграфа. Ну и вот смотрите, ага, там мы забыли поставить жирненьким. Здесь немножко схитрили. Поставили жирным. Обновляем страницу. В оголовлении должно быть не жирным, а в тексте должно быть жирным. Ну вот мы поменяли в оголовлении, оно появилось не жирным. Ну вот примерно вот так. На все, про все у нас ушло где-то буквально меньше двух минут. Ну зато мы настроили автособираемое содержание. Вот, поэтому вот эта вот штука лучше, ну студенты начинают все равно забывать путаться. Да, там кстати в стилях можно настроить, каким стилем будет идти следующий абзац. Вот это мы делали со студентами, потому что набрали параграф заголовок 2 и пошли дальше писать. Заголовком 2 по всему тексту стиль остался. И опять полезли кракозябли. Там можно настроить стиль следующего абзаца, обычный. И тогда он уже будет печатать обычным вордом, как должно быть. То есть это вот удобнее сделать вот так. И самый, наверное, больной вопрос, ну хотя для студентов тоже, но очень часто для преподавателей оформление отсылок к затекстовым ссылкам внутри работы. Как это сделать? Частый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда пишем затекстовые ссылки, особенно к своим статьям. Помните вот это подстрочные ссылки, когда мы с ноской и внизу страницы у нас идет подстрочник. Для статей от нас, например, требуют иногда в изданиях затекстовые ссылки. В квадратных скобочках в тексте мы пишем номер источника, иногда страницу, а в конце список источников. Очень часто сейчас, особенно когда произошла смена ГОСТов с 2003 на 2018, по которым нужно оформлять список источников, иногда вузы принимают решение. Это не запрещено, потому что мы не библиографирующие, не книгоиздающие организации. Вместо подстрочных ссылок и списка источников в конце по ГОСТу 2018 использовать затекстовые ссылки в квадратных скобочках в тексте и список по ГОСТу оформления ссылок 2008 в конце работы. В принципе, можно и так. Но это, опять же, как будет принято решение на уровне вуза, факультета, деканата, потому что если на факультете принято оформлять подстрочник, а вы решили для своих студентов облегчить им жизнь, а потом принесете, а вам скажут, что не-не-не, все обратно вернуть, с чего это вы взяли. То есть нужно это все согласовывать. Но как оформить эти отсылки к затекстовым ссылкам после долгой преамбулы? Я показываю, есть хорошая штука, которая позволяет это сделать. Там есть маленькая хитрость, опять же, вначале настроить, но потом это шикарно работает, особенно для статей, когда много и много отсылок и не менее 35 источников к скобсовским. Есть очень хорошее, поделюсь еще одним лайфхаком, как мы это делали. Вот смотрите, вот у нас есть подстрочные ссылки. Нам нужно было поменять срочно подстрочники на вот эти вот затекстовые. Значит, самое важное, чтобы эта хитрость сработала и работала быстро. Список использованных источников и литературы, которые мы потом переименовали торжественно, в конце работы, обязательно должен быть нумерованный не вручную, а с помощью установки номера. То есть вот наверху у нас вот здесь вот есть создание нумерованного списка. Вот только так, в этом случае он будет работать. Если мы ручками будем создавать, не пойдет. Проверяем список. Когда оформляете свою работу, сразу делайте список источников. Не важно, что они потом поменяются. Что-то у вас удалится из этого списка. Будет меняться их очередность. Сделайте сразу нумерованный список и постепенно его заполняйте. Вот тогда вам легче будет с оформлением ссылок. Проверяем. Да, наш список нумерованный. Все хорошо, замечательно. Посмотрели, да, вот она нумерация у нас наверху синеньким высветилась, автоматическая, стоит хорошо. Возвращаемся назад. А дальше делаем простую вещь. Рядом с нужной цитатой мы ставим квадратную скобку. Идем вкладка ссылки, гиперссылка, перекрестная ссылка. И смотрите, какая вещь, почему нужен нумерованный список. Все нумерованные списки у нас высвечиваются вот здесь. Как только мы нажимаем перекрестная ссылка, у вас выпадает весь вот такое окошко, где сидят все нумерованные списки. Но в этой работе их было немного. Части нумерованных списков нумеровали вручную, я так понимаю. И вот он в конце обычно сидит список источников. Все, что вы туда в конец уже вставили. Вам остается только выбрать нужный источник. Вот мы нашли. Они по алфавиту идут. Ровно так, как в вашем списке. Вставить. И перед тем, как закрыть, проверьте, а еще лучше в самом начале. Вот здесь, наверху слева, видите, синяя высветилась. Тип ссылки. Выбираем абзац. А на что ссылается справа наверху поля номер абзаца. И только после этого все вот это вот настраиваем. И при последующих ссылках просто одним глазом поглядывайте, чтобы у вас настройка сохранится, ну просто чтобы случайно что-то не сбилось. И дальше нажимаем закрыть. И все. Вот он наш номер появился. 31. Теперь если мы к нему, мы можем убрать подстрочник. Теперь если мы на этот номер ставим курсор или подводим лавку, нажимаем Ctrl, то у нас уходит на наш список и показывает, что у нас этот номер уже, вот он, источник есть. Соответственно, если нам нужно с указанием страницы сделать, не просто на номер источника указать страницы, то сначала также ставим квадратные скобки, делаем пробел, ставим запятую, дальше вводим страницу или погенацию страниц, да. А потом ставим на пустое место наш курсор. Ну, страницу лучше сразу вводить, чтобы не забыть их потом на радостях. И точно так же ссылки, если у вас эта вкладка открыта, то вообще еще быстрее. Выбираем нужный, нажимаем вставить, нажимаем закрыть, и вот он у нас появился, второй номер в нашем списке. Вот она, ссылочка. Да, лишний пробел можно убрать, чтобы покрасивее было. И если Ctrl, нажимаем Ctrl, с нажатым Ctrl, вот он наш источник сюда ушел. Если список расширится или уменьшится, как изменить проставленный номер? А вот смотрите, вот расширяем наш список, вот вводим. Теперь у нас появилась новая цитата, мы решили ее сюда добавить. Список у нас по требованию, например, по алфавиту идет, поэтому он у нас вот сюда добавился. Вот мы его набираем, вводим в библиографическое описание. Да, в соответствии с правилами. И сначала добавляем список. А вот у нас уже цитата его добавлена, и он появляется у нас между нашими двумя ранее введенными цитатами. Вот мы расширяем наш список, вот он у нас, Юшкин. Ровно делаем спокойно, ровно делаем то же самое. Квадратные скобочки, ссылка, перекрестная ссылка. Из списка мы его уже внесли, он у нас там есть. Выбираем, вставляем, закрываем. И у нас получилось два одинаковых номера. Все, вот в этом месте повисает обычно трагическая пауза. И что делать дальше, править ручками? Ни в коем случае. А дальше мы делаем еще одну хитрость. Наш любимый, наш любимый выделить все. Ctrl-A. На выделенном фрагменте выделяет весь текст. Кликаем правой клавишей мыши. У нас выпадает списочек, там обычный, где шрифт и много чего еще. Выбираем обновить поле. Там есть такая строчка. Выпадает очень похоже на автособираемое содержание, когда обновляем. Выбираем обновить целиком. Обновить все. Обновить целиком. Нажимаем ОК. И смотрите, что у нас происходит. У нас автоматически, сколько бы, здесь у нас была одна ссылка, сколько бы мы их не вставляли или не удаляли из списка и отсюда, из текста, он у нас поменяет автоматически все наши нумерации, всю нашу нумерацию. Вот таким вот образом это можно делать. Это удобно. Это делается быстро. Почему я вам сразу показал? Можно делать сразу. Если вы, например, из списка источников удалили какого-то автора, а цитата его осталась в тексте, у вас в квадратных скобках вместо вот этого номера будет написано «Ахтунг, Ахтунг, Хьюстон, у нас проблемы». Это ошибка. Номер в списке не найден. То есть вы сразу уже можете увидеть, где у вас остались лишние цитаты и их тоже удалить. Или наоборот. То есть вот это вот очень удобная штука с носки страницы Натальи Валерьевна. Да, значит, смотрите, к диссертационным исследованиям, где в основном идет вот такое оформление отсылок. Сначала сделайте нумерованный список. Причем неважно, будут у вас авторы по алфавиту или будут у вас авторы по мере появления в тексте. Вот, кстати, очень часто требует не в алфавитном порядке список, а по мере появления в тексте. Первый, хоть на «я» начинается фамилия, но если его первым процитировали, он в списке источников пойдет первым. Вы потом нумерацию можете менять в соответствии с требованиями, обновите весь текст, все ссылки, и они у вас просто, номера обновятся так, как должно быть. Это очень удобно, когда не надо вот сидеть и вручную всю эту статью, а тем более диссертацию, переправлять эти номера. Почему я вам показала сначала с подстрочными ссылками? Это немножко увеличивает, может быть, чуть-чуть время на работу, но это очень удобный формат, который мы откатали на статьях. Когда мы пишем статью в черновом варианте, мы сначала ставили подстрочные ссылки, оформляли список источников. Подстрочные ссылки не обращали внимания на правильность оформления. Главное, чтобы не забыть их в список. И параллельно формировали список источников. Вот его уже оформляли правильно, но с учетом, что у нас это будут затекстовые ссылки не по ГОСТу 2018, а по ГОСТу 2008. И вот это очень удобно, когда я вижу, сколько у меня ссылок на каждой странице, не забывая. Просто нам так было удобнее на самом деле. А потом мы просто брали и вот таким вот образом меняли подстрочные ссылки, как я вам в самом начале показала, на затекстовые. То есть там у нас уже правильно выстроен был в порядке первого появления в тексте список. И в соответствии с ним мы просто... А подстрочник мне подсказывал фамилию автора, которого мне нужно искать, когда я оставлю вот эту еще его в списке для затекстовой. Вот здесь, в перекрестные ссылки. Ну это такая подсказка себе, чтобы не бегать. Вот опять же разделение на два окна тоже может помочь и, например, убрать этот момент. Вот нам было вот так вот удобнее. Вы можете какой-то свой другой способ придумать, тот, который будет комфортен и удобен для вас. То есть здесь это не вопрос. Кому как удобнее, так и кто-то без подстрочников обходится. Нам просто так было. Сначала статью, затем журнал выбираешь и начинается. Да, и начинается. Сначала сделал статью, а потом начинаются разные требования в разных изданиях. И смотрите еще одна такая... Еще один маленький-маленький момент про автосохранение. Да, вечное. Ой, я все написал, пришла муза, вдохновение посетила. Все так это... И пропало. Отключили свет, упал интернет. Не забывайте про маленькую хитрость автосохранения. Установите, когда вы работаете с большими текстами, а не дай бог, если это диссертационные исследования, вы там мучились, мучились. Проверьте, какое время автосохранения у вас стоит. Делается это очень... И поставьте его поменьше. Вот когда у меня идут большие объемы контента, статьи, какие-то методические пособия, еще что-то. Я знаю, что я могу увлечься и забыть, чтобы не пропало много, особенно если скорость работы, да еще муза пришла. Выбираете файл. Открывается у нас вот такая вот панелька. Да, знакомая. Вот здесь выбираете параметры. И в параметрах, всю страничку не открывая, там личные данные идут, давай с учетными записями. Нам важна вот эта вот левая часть. Выбирайте пункт в открывшихся параметрах сохранения. И когда он... Кликаете по нему. И вот здесь вы увидите, какой период автосохранения у вас стоит. То есть у меня вот стоит, например, обычный каждые 10 минут. Для меня в нормальном режиме этого достаточно. У кого-то стоит 15 минут, у кого-то вообще может стоять там полчаса. То есть раз в полчаса сохраняется ваш файл вордовский. Если вы работаете с большими объемами текстов, у вас очень насыщена и работа, и высокая скорость работоспособности и печати, поставьте поменьше, выберите меньшее количество минут. Например, один раз в пять минут. Ну, конечно, один раз в минуту не стоит, но хотя бы раз в пять минут. И в крайнем случае, если что, у вас пропадет все, что вы наработали за последние пять минут, но не за последние полчаса или час. И можно вот эту галочку поставить. Сохраняется последняя автосохраненная версия при закрытии без сохранения. Если вдруг что-то произошло, отключили свет, интернет, вы выходите без сохранения, то последняя версия, которая была сохранена, она у вас останется. Вот ее можно будет открыть. Ну, вот это вот тоже такая маленькая напоминалка, чтобы не забывать это, пожалуйста, делать, чтобы потом не хвататься за сердце и не переживать по поводу, что у нас что-то пропало. И версии, опять же, можно посмотреть на той же страничке, когда мы кликаем на файл, переходим, вот они все ваши сохраненные версии, вот она раз в десять минут у меня сохраняется, вот они все здесь есть. Я могу открыть и посмотреть эту версию, любую, которая мне нужна, вот такой небольшой откат. Не все, не все за прошлый день может и не быть, но все последние пять сохраненных версий, они, например, есть. Ну и управление версиями там тоже можно посмотреть. Ну вот, коллеги, лайфхаки на сегодня у нас уже закончились. Самые основные вещи есть, презентация выложена, какие-то лайфхаки мы сегодня с вами разобрали, в основном мы говорили про работу с текстом. Так, так, смотрю вкладку «Вопросы», про ссылки, да, уже рассказали. Рассказали с помощью Вероники Иршатома, с помощью какой программы записывали видео с экрана, показала их в «Хакфорде». У меня в «Мувави». Компетати у меня решительно отказывается вставать, не хочет компьютер, почему-то ее не воспринимает. А вот «Мувави» очень даже неплохо. Захват экрана, и потом там еще текстовый видеоредактор, и там же сделается быстренько ролик. Где искать автосохраненную версию? Управление версиями. Управление версиями, открываете файл, и вот там оно сидит. LibreOffice. Геннадий Анатольевич пока не планировал, но подумаю, подумаю над этим вопросом. По сертификатам, коллеги, мы так с вами заувлеклась я с вами, что нам нужно сейчас выдать сертификат. Палочками и сосами. Да, не надо рисовать, там очень много. У нас остались еще рисунки и таблицы. Если будет интересно, коллеги, то по рисункам, таблицам, наверное, отдельно тогда можно будет сделать вебинар. Не знаю, как вот сейчас в конце года, но в начале года тогда уже точно. Значит, по презентациям было несколько вопросов, не скачались презентации Ваши вебинары. Татьяна Васильевна, планируем? Конечно, планируем. У нас еще будет 1 июня по новому ГОСТу 2018. Повторим наш вебинар, потому что много было вопросов и в социальных сетях. Вот адрес почты, на который можно написать. Я вам вышлю, в чат я ее кинула, я вам вышлю вышлю на ответным письмом Юлия Владимировна описание в пристатейном списке литературы по ГОСТу 2018 или можно восьмой. Значит, смотрите. Итак, и так. В статьях, которые мы пишем для изданий научных, например, там требуется оформление по 2008. Для оформления работ ВКР или курсовых часто требуется ГОСТ 2018. Разница между ними. Вот то, что мы смотрели, квадратные скубочки, а потом сзади список источников, вот это не список источников, это затекстовая ссылка. Вот этот квадратик и список вместе, это затекстовая ссылка. Поэтому они оформляются по ГОСТ 2008. Когда мы даем сноской подстрочную, вот там, если мы оформляем те же самые ВКР, например, то в конце у нас будет элемент, список источников уже рассматривается как элемент справочного библиографического аппарата и как отдельный элемент работы, как отдельное библиографическое пособие, поэтому они описываются по ГОСТу 2018. Поэтому здесь важно понять и принять решение, как мы будем рассматривать этот список источников. Как при статейном на библиографию, тогда да, в квадратике и по 2008 делаем там описание. Либо это по 2018 подстрочная сноска, подстрочная сноска, ссылка и по 2018 оформляется список источников. Здесь пока полная каша. В разных ВУЗах по-разному разные требования, поэтому вот просто для себя нужно понять, что это два разных ГОСТа, это два разных описания. Рисунком таблицам услышала коллеги, будем делать. На один источник несколько ссылок, как сделать один номер. Ровно так же, если вы делаете в квадратных скобочках, вы можете сделать на один источник хоть огромное количество ссылок, хоть 100 ссылок. Вы подводите, вы же выбираете из списка, а в списке он у вас один раз сидит под своим номером. И вы этот номер можете вставлять сколько угодно в текст, выбирая список, он сам автоматически проставится. Не надо одного и того же автора вот там за текстовые ссылки писать много раз. Вы один раз написали. У него один один источник, и ссылок может быть много. по диссертациям по диссертациям какой седьмой гост Наталья Георгиевна? Там оформление диссертации по 2011 или вы какой-то другой гост имели ввиду? Итак, коллеги, сейчас мы отключаем запись, но пока еще не ухожу, займусь нашими сертификатами. Если будут какие-то вопросы, можно еще писать в чат во вкладку вопросы, и я тогда ее отвечу. Ну и можете приходить в нашу группу на фейсбуке «Библиография для небиблиографов». Какую часть информации, лайфхаки и по библиографии, и по оформлениям я тоже туда буду выкладывать. Так, всем удачи, всем хорошего дня, настроения, берегите себя, будьте здоровы!